Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале вязания от Ангелины Азимок. Всем добрый день! Сегодня хочу начать вязать очень интересную туничку филейную. Вот такой узор у нас будут снежинки. Я вязала несколько раз такую тунику, только в хлопке. А сейчас я хочу связать из шерсти. Ниточки у меня кауни толстые, вот такие примерно 300 грамм, наверное. 300 метров 100 грамм. Это я буду вязать основное полотно. И есть тоненькая кауни, это на рукавчике. Рукава я хочу вязать просто филейными квадратами без рисунка. Вот. Что нам необходимо? По ниточкам примерно толстых надо грамм 300. Я буду вязать на 46 размер. Схемочки есть у меня в группе в одноклассниках, потому что это я вязала уже неоднократно. Смотрите, какой делаем расчет. Вот у меня основная снежинка, вот она идет. Она состоит из, в самом самом большом месте, 13 клеточек. И между ними одна пустая. И еще 13. Вот. На свой 46 размер мне необходимо. Если из хлопка 65 клеточек, а если из шерсти я посчитала, то вполне хватает 60 филейных клеточек. 60 филейных клеточек. Делаем такой расчет. Вот, допустим, снежинка, 13 петелек. 14 вот здесь. Еще 13. Еще. Таким образом, я вот хочу, здесь у нас на рисунке всего только 3. Как бы филеечки. А мне необходимо, мне необходимо 4. То есть я хочу сделать, провязать по рисунку 1, 2, 3. И по бокам добавить еще по половинке мотива. И у меня, смотрите, получается такой расчет. То есть у меня будет в центре 13. Снежиночка. Одна петелька между ними. Еще 13. Одна петелька между ними. И 7. Ровно половинка. То есть вот здесь вот, по бокам, у меня будет половина снежинки на спинке и половина на передней планке. Вот. И все это будет сходиться, потому что вначале мы будем вязать по отдельности. Вот я хочу связать точно так же. Вот здесь у нас будет разрез. Вот, разрез. Потом мы все соединяем в вязании и будем вязать в круговую. Для начала, что нам необходимо. Набрать 59 филейных клеточек. Каким образом я буду это делать? Я буду набирать не просто филейные клеточки. Я буду набирать упрощенным набором. Считать проще. Вязать быстрее. Вот. Вяжем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Крючок у меня 3,25. Можно взять 3,5, если это ниточки шерстяные. Вот. 4 петельки связали и в первую петельку возвращаемся, делаем накид. И получаем вот такой вот у нас будет... Сейчас я вытяну. Вот такой у нас будет как бы окошечко. Вот. И это считается за 1 филейных квадрат. Вот таких вот мне нужно связать 59 штучек. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки связали. Накид сделали и в первую петельку вяжем столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Вот такая волна будет. Уже обработанный край низа изделия. Уже ничего с ним делать больше не надо будет. И легче считать, да? 1, 2, 3, 4. 4. Вот. И таким образом мы с вами вяжем, допустим, спинку. Набираем 59 вот таких вот круглых клеточек. Такое обозначение пока дадим. Вот. 1, 2, 3, 4. Все. И здесь мы уже будем с вами не спеша вязать, набирать. Я покажу, как потом преобразовать наше начало. Простые филейные квадратики. И как считать рисунок. И вот смотрите, я набрала первый свой наборный ряд. Вначале я сказала, что нужно набрать 59 филейных квадратиков. А филейный квадратик это вот такая одна волнушка. А сейчас, когда померила, оказалось немножечко по-другому. Все-таки шестяные нитки, они намного толще. Поэтому нужно ровно в 2 раза меньше. Я набрала вот таких вот волнистых штучек. Ровно 30 штук. Вот. 30 штук. Из них мы сейчас будем вязать филейный квадрат. Допустим, мы вяжем с вами спинку. Мы набираем. 2, 3, 4. 4 воздушные петельки. Вот сюда, в пространство между вот этими. Мы будем вязать столбик с одним накидом. Воздушную петельку. И между, вот сюда есть петелька у нас здесь. Той же столбик с одним накидом. И мы получаем 2 филейных квадрата на одном вот таком наборе. Вот. То есть из 30 вот таких вот наборов у меня будет 60 клеточек. Так, как нам и нужно было. Вот. То есть мы делаем воздушную петельку. Вот. Один столбик провязываем ровно по центру. А один узор. Один столбик вяжем между узором. И у нас получится ровное количество, которое нам необходимо. Вот. Вяжем пока вот так. То есть если ниточки у вас будут толще, то в любом случае вы не должны ориентироваться на мои слова. А нужно взять и замерить по размерам, по сантиметру. Толщина же у всех разная ниточек. Вот. И плотность вязания тоже у всех разная. Чтобы потом не распускать, самый первый рядочек нужно обязательно замерить либо по себе, либо метром на тот объем, на ту фигуру, на которую вы будете вязать. Нужно обязательно сделать замер. Пока мы вяжем вот так вот, наш первый филейный рядочек. А потом мы будем вязать по рисунку просто филейные, просто столбики с одним накидом по рисунку. Сначала мы вяжем вот таким простым способом. Филейные квадраты. И вот, смотрите, мы провязали ряд филейных квадратов. Вяжем 3 воздушные петельки. Поворачиваем вязание. И теперь мы будем вязать несколько рядов просто ровно, прямо в столбики с одним накидом. Один столбик мы провязываем в столбик, а один столбик мы вяжем в просвет в арочку. Таким образом мы будем вязать с вами, сейчас я посчитаю сколько рядочков. По нашей схеме, у нас есть с вами схема, мы вяжем 1, 2, 3, 4 ряда мы вяжем вот таким сплошным узором. Потом, пятый рядочек мы вяжем филейные квадраты. Вот, но по бокам, по бокам, 1, 2, 3, 3 филейных квадрата мы вяжем сплошняком. То есть мы вывязываем вот такой вот, такой формируем вырез красивый по бокам с двух сторон. Вот, то есть сейчас наша задача провязать 4 рядочка сплошняком, 1 рядочек и филейная клеточка. И потом начинаем формировать рисунок. Я покажу, каким образом я заполняю вот эти вот филейные квадраты. Все, и теперь мы наше вязание продолжаем. То есть мы вяжем столбик с одним накидом и в арочку, и в сам столбик. За счет того, что ниточка толстая, ниточка толстая, я думаю, что мы свяжем тонечку очень быстро. Потому что это не хлопок тоненький, а шерсть, а шерсть вяжется все гораздо быстрее. Все, вот таким образом, нехитрым вяжем. Пусть даже все тут просвечивает. После стирки шерсть всегда обваливается и смотрится очень красиво. Так, и вот мое вязание. Смотрите, мы провязали внизу. Все по схеме. Здесь три рядочка, просто столбики с накидом. Первый филейный ряд для того, чтобы был узор у нас. И теперь, смотрите, вяжем ровно по нашей схеме. Я отметила красной ручкой. Вот, первый рядочек мы провязали просто филеечкой. А теперь, смотрите, мы будем вязать раз, два, три. Заполнение, три пустых. Три заполнения, пять пустых. У нас должно получиться вот такое количество узоров. Я немножко переделала низ, потому что первоначальные петелики, которые я набирала, 59, это получается из моих толстых ниток где-то на 50, 52 размер. Поэтому мне пришлось все заново перевязывать и соответствовать точно вот этой схеме. Здесь у нас 37 петелечек. И три снежинки будут. То есть первоначальные расчеты мои могут пригодиться тем, кто будет вязать чуть больше, тонечку. А если вязать на 46 размер, то надо вот набирать точное количество, как вот по этой схеме. Итак, мы начинаем вязать первые филейные узоры. Получается, вначале здесь у нас просто сплошные столбики с накидом, а здесь у нас идет три филейных клеточки. Вот они у нас три. Как я их буду заполнять? Я их заполняю немножечко по-другому. Я их заполняю двумя столбиками с накидом, но с одной вершиной. Такое заполнение получается более плотным и рисунок лучше выделяется. Получается второй у нас, да, квадратик и третий квадратик. Третий квадратик. Заполнили. По рисунку у нас теперь идет три пустых филейных квадрата. Три. Вот мы их вяжем. Один. Два. И три. Теперь у нас идет заполнение. Еще три филейных квадратика мы провязываем заполненными. Вот один. Два. И три. Вот такой наш рисуночек. Он совсем несложный. Потом можно будет вязать и без схемы, и без бумажки. Первую снежинку провяжем. Вот такое будет у меня заполнение. Вот такое, но более плотное, да. Обязательно по центру сделайте маркер, чтобы ориентироваться, где ваш центр. Почему? Потому что мы будем вязать... Смотрите, по центру у нас будет вот такая вот вставочка. Специально для туники на шнуровке. Вот. И поэтому вот этот центр, смотрите, обязательно его надо отметить, чтобы знать, что это центр нашей снежинки. И чтобы потом вот здесь вязать по схеме было более удобно. Вот. Пока вяжем вот таким образом. Процесс я буду показывать дальше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия можете приобрести на моем сайте.